Ну, если я стану мэром Москвы, то ЕГЭ мы вообще запретим и отменим. В школах никаких экзаменов вообще не будет, например. Вот хоть человек учится на одни двойки, пожалуйста, пусть учится. Хоть на колы пусть учится, например. Соответственно, в государственных институтах должна быть серьезная экзаменационная политика, например. Если человек не собирается в институты поступать, то ему не нужно знать все на отлично. Например, достаточно кол или двойка, например. Или, в принципе, достаточно, чтобы человек знал, сколько дважды двое, и сколько у нас будет. Четыре. Да, вот. Достаточно, чтобы человек умел считать деньги, например, и расписываться за получение денег. Все. Ну, и обладал практическими навыками, которые нам уже здесь пригодятся. Конечно, да. Вот. А, соответственно, если человек уже поступил в бесплатный институт, то да, он после этого, как везде во всем мире, в том же самом Казахстане, например, и было в Советском Союзе, что человек должен по этой специальности отработать пять лет, например, в общем-то. А кому, кто хочет в коммерческой области дальше, ну, работать, например, он может на платной основе поступать в любой институт тоже без всяких экзаменов. Вот. И после этого он получает диплом, например. Соответственно, если какой-нибудь, допустим, это, предположим, частной зубоврачебной фирме нужен будет молодой специалист, они его проверят просто, знает он за пять лет, он чему-то научился или нет, например. Вот и все.